Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес походные, ужасные новости. Тема, на которую стоит обратить внимание на этой неделе, связана с тем, что, по-моему, в России окончательно отменяют выборы. Это была долгая история. Когда-то выборы в России были, хоть и не очень честными, но все-таки непредсказуемыми. Заранее было нельзя сказать, кто именно победит на очередных выборах. Помните, когда-то были скандальные выборы 1996 года, и многие убеждены до сих пор, что тогда Ельцин на самом деле проиграл. Вот такая длинная была история демократии в России, которая сейчас на фоне войны и всех безобразий, которые творит российская диктатура, ну, как-то вот подходит к концу. Конкретным поводом для того, чтобы выборы перестали быть выборами, стало решение московского городского избиркома, тоже, в общем, скандально известного, который заявил, что, вы знаете, технологии в России так процвели, что на этих выборах очередных, во время очередного дня, дня единого голосования, в сентябре этого года, выборы пройдут целиком в электронном формате. Вот все избиратели, которые захотят в Москве за что-то проголосовать, за своих кандидатов в Московскую городскую думу, в частности, они просто должны будут зарегистрироваться на портале Мосру, поставить там галочку, как Путин завещал одним кликом мышки, и дальше вот эта чудесная машина, она возьмет и где-то в своих недрах все это возьмет и пересчитает. Пересчитает так, как, в принципе, нужно избиркому, и вы никогда не узнаете, как на самом деле ваш голос учитывался. Избирком, конечно, не считает, что это конец выборов, потому что он говорит, вы знаете, мы вот для особых, для особо таких талантливых людей, которые все-таки любят бумажные бюллетени, они любили приходить на выборы, потому что выборы это всегда праздник, помните, там всякие шарики, ручки раздавали. Вот для тех, кто хочет проголосовать по старинке, можно будет заполнить специальную форму, запросить этот бумажный бюллетень, избирательные участки все-таки будут как-то более-менее открыты, может быть, не в полном объеме, и вот люди, которые захотят проголосовать точно, они все-таки смогут это сделать. Но понятно, что, во-первых, желающих будет немного, во-вторых, те люди, которые решат поработать по старинке с бумажкой и ручкой, забереться в кабинку, они как-то, мне кажется, сразу будут находиться под некоторым подозрением со стороны московских властей в данном случае, потому что эти люди как будто бы не доверяют, не вполне доверяют системе электронного голосования, которая так прекрасно выстроена для всеобщего удобства. Вот Путин голосует электронно, а вы хотите проголосовать как-то по-другому. Возможно, вы потенциальный иностранный агент и вообще личность подозрительная и практически враг народа. Вспомните, что было пять лет назад. Тогда были достаточно живые такие, я бы сказал, оживленные выборы как раз в эту самую Мосгордуму. Тогда выдвинулось достаточно большое количество независимых кандидатов, хотя некоторых сразу срезали, как нынешнего политзека Илью Яшина. И, в частности, при поддержке умного голосования, которое придумано Навальным, которого убили теперь в колонии, как вы знаете, вот что с нами произошло с этой выборным, в ходе вот этого цикла выборного буквально за пять лет, тогда в Мосгордуму прошло некоторое количество достаточно умеренно оппозиционных или явно оппозиционных кандидатов, которые действительно какие-то интересы людей представляли. Некоторые кандидаты, тем не менее, тогда не прошли. Были протесты по поводу недопуска этих самых кандидатов. Один из таких последних больших митингов политических, не в поддержку конкретно Навального, а за результаты выборов. Люди пытались их защитить. Ну и тогда были столкновения с полицией, точнее, полиция нападала на мирно протестующих граждан, так точнее сказать. И было маховское дело, когда за участие в этих событиях людей начинали преследовать. Все-таки было другое ощущение от страны. Тогда казалось, что люди сами, в принципе, в состоянии свои политические права как-то контролировать. И у них есть на это некоторые основания. С тех пор прошли выборы 21-го года в Государственную Думу. И мы видели, как на этих выборах независимые кандидаты, примерно те же самые люди, выдвинутые при поддержке умного голосования, как они проигрывали. Если вы вспомните, как это происходило, то история была такая, что на нормальных избирательных участках побеждают нормальные кандидаты, которые представляют интересы москвичей. Но каким-то чудесным образом, если всыпать в общую кучу вот этих бумажных бюллетеней электронные голоса, которые как раз тогда тестировались, то побеждают, берут и побеждают провластные депутаты. Ну, вспомните, там было много интересных пар, там, скажем, оппозиционных кандидатов и провластных кандидатов. По одному из округов, например, пропагандист Евгений Попов на электронном голосовании взял и победил независимого кандидата, который был поддержан по ПРФ, Михаила Лобанова, доцента МГУ, такого активиста нашего товарища. И таких ситуаций было достаточно много. Берешь электронное голосование, и магически происходит вот такое электоральное чудо. Провластные кандидаты начинают пользоваться невиданной поддержкой в Москве, которая, в принципе, была и в 21-м году достаточно оппозиционно настроена. Вот в этом как бы глубокой идее московского избиркома. Нужно просто вообще закрыть полностью выборы, сделать их непрозрачными для наблюдателей, сделать так, чтобы никто не понимал, как именно эти голоса учитываются. Ну, конечно, будут некоторые публичные фигуры, которые, наверное, и это электронное голосование захотят оправдать. Я надеюсь, что Алексей Венедиктов все-таки в этот раз от поддержки электронного голосования откажется. Но мы скоро увидим, насколько это действительно произойдет. Потому что понятно, что все-таки у людей должен быть выбор. Если мы хотим контролировать наши голоса, то лучше, наверное, не отдавать контроль над выборами некой счетной машине, которая спрятана в каких-то недрах сайта, сайта МОСРУ. В принципе, да, Москва вот к таким псевдовыборам, электронным антивыборам уже готова. Наверное, если эта практика окажется успешной, то ее начнут распространять с радостью на другие регионы. И тогда у нас окажется, в принципе, то, к чему все идет, что, с одной стороны, вот есть вроде бы процедура выборов по-прежнему, с другой стороны, она не особенно анонимная и совсем непрозрачная. И люди понимают, что если они на электронных выборах как-то неправильно проголосуют, то об этом могут узнать, например, их работодатели. У них будут проблемы на работе, люди зависят от своих государственных работодателей в школах, в поликлиниках и в других госучреждениях. Ну и в конечном итоге у нас вроде бы останется демократия, демократически избранные, в кавычках, конечно, депутаты и президенты. Но на практике будет просто несколько кликов мышки. Мне кажется, очень любопытный сюжет про то, как российские выборы завершаются вот таким триумфом техники. Понимаете, это прям восстание машин вместо человеческих голосов. У нас теперь будут просто циферки, нолики, единички. И вот они-то как бы и будут определять, кто в России будет считаться законной властью. С политической точки зрения это означает, что власти, в общем, перестали волноваться по поводу того, считаем ли мы их законно избранными. Ну вот много было разговоров про эту самую легитимность, такое страшное слово. Это, в принципе, идея о том, что люди, которые живут в определенной стране, они считают власть законно правящей, да, вот в этом идее легитимности. И кажется, что теперь легитимность берется откуда-то из какого-то другого ресурса. Ну, такая псевдолегитимность из страха, из того, что, в общем, понятно, что правительство никогда не смеется до тех пор, пока вся эта система не рухнет. Но все-таки по каким-то причинам российские власти хотят еще сохранить некую процедуру, как бы, да, на которой такая должна происходить такая аккламация, как говорят философы, когда, значит, в средневековом каком-то государстве люди выходили на площадь и кричали «Мы любим нашего короля». Вот теперь аккламация может происходить при помощи электронного волеизъявления, вполне однозначного. И очень важно, что параллельно, вот даже несмотря на все эти ухищрения, независимые кандидаты, конечно, не будут допущены до участия в этих выборах даже на уровне регионального московского парламента, даже на уровне Мосгордумы. Несколько сейчас храбрых, таких безумных людей пытаются собирать подписи в поддержку независимых кандидатов, потому что, ну, как-то им надо что-то делать. Представьте себе некоторые из людей, которые сейчас участвуют в предвыборных кампаниях независимых кандидатов в Москве, там, бывшие студенты высшей школы экономики, которые учились на политологов, политических ученых, которые, в принципе, готовились к тому, что они будут жить в стране, может быть, и в проблемной демократии, но все-таки в такой стране, где выборы существуют, и где мнение людей что-то значит, и где выборами можно всерьез заниматься. Вот на сегодняшний день это такая последняя попытка поработать, что называется, по специальности. Очень печально, что у нас целая профессия умерла, и вы знаете, что только что закрылся факультет политологии в Европейском университете, которому просто некому готовить. В стране больше нету той политики, которую должны изучать политические ученые, и организовывать эти политические процессы тоже больше не нужно. Это все полностью отдано чиновникам и властям, так как они хотят сделать с политическими процессами, так они и поступят. Так вот, даже в этой ситуации, когда вроде бы все можно накликать мышками, накануне, несколько недель назад, Государственная Дума приняла закон про то, что иноагенты не могут участвовать в выборах, иноагентами можно объявить у нас любого, не нужно доказывать иностранное финансирование, и понимаете, даже когда у тебя вроде бы все под контролем, тебе совсем не нужно имитировать демократию, даже в этой ситуации никаких независимых кандидатов российские власти допускать до выборов не будут, и очень важно, что они сейчас это протестируют на Москве. Сначала протестируют на Москве, как все наши технологические новинки, ну а потом дальше пойдет по всей стране. Мне коллеги говорят, что ну какие выборы, так ведь война и черте что происходит, зачем вообще на это обращать внимание? Здесь фундаментальная, по-моему, вещь. Здесь история про то, что можно жить в своей стране и считать, что у тебя есть гражданские и политические права, или хотя бы их видимость, хотя бы некоторые имитации. То, что сейчас происходит, это по сути электронная смерть в выборах. Это изъятие у граждан, даже иллюзии, намека на то, что у них остаются некоторые гражданские права. Просто отменить выборы российские власти по каким-то причинам до сих пор не готовы. Наверное, потому что все должны как раз кричать «Да здравствует король!». Нужна специальная площадка, площадь, где люди могут это сделать. Но когда вместо нормального подсчета голосов с наблюдателями и с независимыми кандидатами, простите за это неуместная, неуместная в 2024 году фраза «Тебе предлагают просто кликнуть мышкой и сказать, что выборы состоялись», это и есть, собственно говоря, изъятие гражданских прав, даже надежды на них, даже иллюзии. Вы просто ничего не можете сделать с этой властью, с тем, какие решения она принимает. Вы не можете повлиять, вам даже надежды это не дают. Потому что, помните, на последних так называемых президентских выборах, которые были целиком нарисованы, например, жены мобилизованных солдат, они верили, что может прийти какой-то другой кандидат, не Путин, да, или может выдвинуться какой-то независимый кандидат, и он вернет им мужей и вообще остановит войну, и начнутся переговоры. У людей была такая надежда, потому что им казалось, что они живут в стране, где есть конституция, есть какие-то процедуры, и люди, в принципе, что-то решают. Вот сейчас мы видим похороны этих надежд. Растет ощущение, что близится в каком-то виде заморозка войны. Эта заморозка вряд ли принесет миру справедливость и свободу Украине, но, возможно, все-таки люди перестанут в таком количестве гибнуть, и вот этот монстр, который выстроен российской диктатурой, он все-таки до какой-то степени наестся, по крайней мере, крови на фронте и сосредоточится, когда после того, как эта заморозка произойдет, на всяких владеями уже внутри самой Российской Федерации, тех территорий, которые российская диктатура захватила и контролирует фактически. Путин уже в который раз сказал, что они никогда не отказывались якобы от переговоров с Украиной. Конечно, эти переговоры должны быть честными с точки зрения Путина, то есть Украина должна принять все условия Российской Федерации. На этот раз Путин делал заявление о том, что он готов к переговорам на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. Это действительно уже серия у него таких интервью, пресс-конференций, когда он говорит примерно одно и то же, но как бы немного меняя слова. На этот раз он не говорил уже о том, что нужно отдать России срочно Херсон и Запорожье, не выдвигал каких-то новых требований, но заявил о том, что вот когда Украина фактически сдастся, примет условия России, после этого переговоры станут возможными. Очень любопытно эта концепция Путина ложится на ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Путин был вынужден на этом саммите сказать, что вот он все-таки следит за американской предвыборной кампанией, нельзя не учитывать итоги американских выборов. Когда будут американские выборы, когда они пройдут и завершатся, и будет ясен победитель и новая администрация, сказал Путин. Это очень любопытная риторика, потому что мы много раз от российского диктатора слышали, что все то, что он делает, направлено на якобы укрепление суверенитета России, то есть на возможность государства принимать любые решения без оглядки на третьи страны, на какие-то стороны, партнеры и вообще как бы на то, как устроен остальной мир. Но на практике мы видим, что Путин очень следит, конечно, за успехами Дональда Трампа, за ходом американской кампании, и у него есть конкретный четкий план. Дождаться, когда Трамп будет избран американским президентом и заключить с ним некий, ну, фактически, сепаратный мир за спиной у киевского правительства, за спиной у Зеленского, после чего можно заморозить конфликт, получить себе кусок Украины, возможно, добиться какого-то послабления санкций, ну, а после этого уже готовиться к новому злодеянию. И я по-прежнему думаю, что самое такое зловещее в этом плане заключается в том, что Путин считает, что если такая заморозка войны, такое перемирие наступит, то это немедленно приведет к краху киевского правительства, потому что люди, которые в течение больше двух лет защищали свою страну от российской армии вторжения, они неизбежно будут спрашивать, если конфликт закончится вот так, как он сейчас существует, за что погибло так много людей, если заметная часть Украины осталась под оккупацией со стороны российской армии, и российская армия заявляет, что теперь это навечно территория Российской Федерации, как будто бы вот такой корейский сценарий, когда просто страну разделили по определенной границе, как будто бы он становится все более реалистичным. Это может привести к серьезному кризису в Украине, и мне кажется, что, к сожалению, у Путина на этом идея завоевать или захватить или получить под свой контроль всю Украину, она, в общем, совсем не умирает, она просто приобретает новые черты. Если при помощи военной силы этого сделать не получается, то можно это сделать за счет закулисной такой дипломатии очень специфической, когда вот эти, значит, белые цисгендерные мужчины собираются и устраивают новый раздел мира, как они это делали в 19 веке или в 20 веке, на этот раз Трамп и Путин потенциально. Вот если они это сделают, тогда у Путина снова будет шанс получить все, что он захочет. Танками не получилось, может быть, поможет Трамп. Эту тему мы сегодня подробно не затрагиваем, потому что мы в прошлый раз ей достаточно много посвятили времени в ужасных новостях, но в США действительно очень-очень тяжелые и такие важные процессы происходят. Действующего президента Америки, Вайдена, уже открыто не только журналисты, но и американские политики и представители демократической партии призывают выйти из президентской гонки пока не поздно и предложить Трампу более молодого, более амбициозного конкурента, который сможет все-таки защитить позицию действующей администрации и вернуться к тому, что эти выборы будут конкурентными. Потому что на прошлой неделе, напомню, состоялся первый тур президентских дебатов, где Трамп, несмотря на то, что это происходило на площадке CNN, такого либерального телеканала, Трамп разгромно победил по результатам опросов и по голосам телезрителей, что, в общем, очень плохой знак для демократической партии. Ну, пока ситуация такая, Байден не принял этого исторического решения о том, что в выборах, в перевыборах для себя не участвуют. Ждем развития событий. От этого очень много зависит о тех вещах, которые связаны с нашей жизнью, в частности, с судьбой союзнических отношений Украины и США. И всем прекрасно понятно, что без военной помощи США от российской военной машины вторжение Украине самостоятельно не защитится. В качестве челночного дипломата начинает работать почти что диктатор в Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан. Это, наверное, самое слабое звено в Евросоюзе. Это человек, который в течение двух лет почти открыто поддерживал Путина и призывал отказаться от поддержки Украины. И вот Орбан сначала встретился с Зеленским и предложил ему одностороннее прекращение огня ради будущих мирных переговоров. Просто перестань воевать с Путиным, и после этого у тебя все наладится. После этого Орбан достаточно быстро приехал в Москву. Когда мы записываем это видео, мы еще не знаем итогов этих переговоров публичных. Но, в общем, понятно, что все-таки это один из прокси, который от лица Европейского Союза эту миссию он сам на себя взял, по крайней мере, от лица одной из стран Европейского Союза, он пытается предложить Путину такое решение, которое было бы выгодно его друзьям в Европе в том числе. Венгрия хочет от России по-прежнему хороших торговых условий, снятия санкций, дешевого газа и прочих радостных вещей, которые позволяют таким политикам, как Орбан, продавать, в общем, своему народу идею, в частности, Великой Венгрии. Вот будем следить за этими событиями. Видите, число переговорщиков постоянно растет. То Китай, то Турция, то теперь Орбан, как такой челночный дипломат. Это все-таки означает, что мы выходим, возможно, мы выходим на финишную прямую, по крайней мере, в нынешнем этапе этой войны. И финишная прямая, на самом деле, горизонт этой финишной прямой связан даже не с ноябрем, когда состоятся выборы в США, а с январем, когда следующего года, 2025-го, когда новая администрация США получит свои законные полномочия, если выборы состоятся, и все будет в порядке. Помните, в предыдущий раз Трамп пытался устроить небольшой ликеш, заявляя, что именно он победил на выборах и в 2020 году. Новостям войны. Вы знаете, что Россия воюет, в том числе, кабами так называемыми. Вот The Washington Post, влиятельная американская газета, посчитала, что как минимум 38 таких авиабомб упали в течение этого года на территории Белгородской области. То есть, иными словами, иногда вот эта дьявольская конструкция с крылышками, она просто не летит. Вот ты ее сбрасываешь, и что-то идет не так, и после этого бомба, вместо того, чтобы планировать на территории Украины, она, оказывается, взрывается на территории России. Иногда от этого гибнут люди. Чаще всего это, наверное, происходит в безлюдных местах. Представьте себе, да, какая варварская война ведется против Украины, как это в том числе бьет по возможности для нормальной жизни людей, которые живут на приграничной территории. Ну вот просто как бы вдумайтесь, да, у вас там узнает семья, если вы детей растите. И вот Путин решил планирующих бомб побольше сбросить на Харьков, и некоторые из этих бомб падают в вашем огороде, просто потому, что это такая технология. Понимаете, не все планирующие бомбы планируют одинаково хорошо. По данным наших коллег из недависимого издания Астра, бомб, которые упали на территории Белгородской области, гораздо больше, чем 38. Удивительные события развиваются тем временем в Рязани, где в местном военном суде по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестовали полковника Артема Городилова. Вы знаете, что российских военных время от времени арестовывают за коррупционные преступления, но проблема конкретно с этим судом заключается в том, что именно Городилова называли командиром российских десантников, которые действовали в муче и которые причастны к военным преступлениям в этом городе Киевской области, которая стала за эти два года именем нарицательного. Получается, вот смотрите, у нас есть такая карьера. То есть в 22-м году тебе говорят, сейчас у нас будет короткая война за три дня, ты, значит, идешь убивать и насиловать, ты становишься этим самым мясником из бучи, причастным к этим военным преступлениям, и уже два года спустя вдруг у тебя со стороны своих же коллег, так называемых, появляются претензии к тому, что, возможно, ты еще что-то украл или получил взятку. Возможности для российских десантников, для командиров российских десантников заниматься коррупцией очень большие на этой войне. Это может быть и нецелевое использование снабжения, или, например, такая вещь, как выписывание справок о том, что тот или иной человек должен быть на время или постоянно отправлен в тыл, например, по состоянию здоровья. Говорят, что в российской армии у нас была публикация по этому поводу с конкретными источниками, что, в общем, это вполне себе процветающий бизнес, что командиры могут хорошо зарабатывать на том, что тех людей, у которых есть лишние деньги и которые не хотят продолжать никого убивать и сами не хотят быть погибшими, их постепенно списывать в тыл, ссылаясь на то, что, ну, вот такие потери российская армия несет. Поскольку военный суд закрыт, мы точно не знаем, в чем обвиняют Артема Городилова, этого полковника из Буча, но, в общем, вот догадки можно строить в ту сторону. Когда-нибудь, понимаете, все эти документы и все эти протоколы и все эти суды, они все равно будут открыты. И все равно мы узнаем и про военных преступников, все, что нужно узнать, и про то, как эти военные преступники еще и воровали. Ну, как бы, человек, он прекрасен должен быть во все. Вот съездил в Бучу, а потом оказался на скамье подсудимых в ростовском суде. Еще одна увлекательная тема этой недели это новая любовь Путина и талибов. В принципе, российские власти, и раньше говорили уже, например, Сергей Лавров, министр иностранных дел, говорил, что талибы в целом нормальные мужики, и он говорил это еще тогда, когда Талибан в России был объявлен террористической организацией. Теперь Талибан уже не считается террористической организацией. Они приезжают на международные форумы, которые России организованы. Ну и, в принципе, сейчас Путин договорился до того, что назвал талибов союзниками России в борьбе с терроризмом. Мы должны исходить из того, что движение Талибан контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. Все время приходится догадываться, в чем заключается логика диктатора. Это, в общем, довольно сомнительное развлечение. Никому не рекомендую. Но, кажется, он имел в виду, что вот Афганистан такая сложная страна, а талибы все-таки контролируют эту территорию. Это как бы некоторая такая безопасность. Я бы, кстати, провел параллель между Талибаном и кадыровским режимом в Чечне. Тоже, в принципе, да, история про неограниченное насилие и полное отсутствие правил. Но при этом вот это неограниченное насилие сосредоточено в руках одной группировки кадыровского клана в Чечне. И движение Талибан, недавно террористического, на территории Афганистана. Замечательные союзники в борьбе с террористами и прочими шайтанами. Это заявление Путина совпало с историей про то, как в руки талибов попала журналистка из Афганистана, которая, в общем, долго критиковала как раз Талибан. И вот талибы сделали, поскольку они очень борются с терроризмом, они эту журналистку изнасиловали с криками о том, что раньше, вот, собственно говоря, ты там ловилась под американцев, а теперь, как бы, наконец досталось нам, и мы с тобой сделаем то же самое, что ты долго делал с американцами. Таким образом, талибы решили проучить журналистку, у которой неправильные, с их точки зрения, взгляды. И ровно в этот момент времени Путин заявил о том, что это его союзники по борьбе с терроризмом. Мне кажется, в принципе, что вот российская власть здесь как-то находит все-таки действительно какие-то, знаете, искренность, потому что Путин ведь славился такими метафорами. Он, в частности, говорил как-то, что про Европу, про Украину, он говорил нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Вот, в принципе, как бы буквально несколько шагов осталось у российской диктатуры для того, чтобы признать практики, которые нормальные для талибов, традиционными ценностями Российской Федерации. Кажется, что эти шаги действительно могут быть сделаны достаточно быстро. Ну, весь вопрос в том, все-таки удастся ли российской диктатуре превратить превратить достаточно большое и сложное общество наше с вами, российское, которое с такими чудовищными трудностями сталкивается, но все-таки пытается делать вид, что она живет нормальной человеческой жизнью. Удастся ли российское общество взять и превратить в Афганистан, где как бы кладь и пришли талибу. То есть, сможет ли Путин быть настолько же последовательным, как его новые союзники, в вопросе о том, как нам выстроить эту новую общественную жизнь. Вопрос открытый. Если у вас есть ответ, напишите, пожалуйста, в комментариях. И вот на этом фоне еще одна парадоксальная вещь. С одной стороны, похвалили российские власти талибов, с другой стороны, российские же власти пытаются запретить ношение мусульманской религиозной одежды для женщин никабы. Ну, вы знаете, все уже выучили за эти годы различия между хиджабом и никабом. Хиджаб это глоток, который покрывает волосы и голову. А никаб это вот такая вещь, которую там раньше по неграмотности мы называли паранжой. Хотя между ними существует, как говорят, некоторые отличия. В общем, это такая накидка, которая оставляет только прорезь для глаз. Глава все тот же самый Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал срочно, я цитирую, запретить никабы в России, напомнив о терактах, которые совершили исламисты. Не очень ясно, какая связь между никабами и терактами, так напрямую, да, то есть, ну, видимо, считают, что никаб это признак того, что скоро будет совершен теракт, хотя в разных странах мира женщины носят эти никабы. Отдельный вопрос, по каким причинам они это делают, насколько это их личный выбор или это результат какого-то принуждения. Ну, и терактов там вроде бы не особенно совершается. Да, и среди этих стран много новых союзников Путина в его представлении о том, как устроен мир. Кадыров ответил Бастрыкину о том, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным, то есть, Кадырову не нравится запрет никабов, но и при этом, при этом религиозная власть сначала Дагестана, а потом Карачаева, Черкесии тоже запретили носить никаб в общественных местах на территории республики. Вот здесь как-то все-таки кажется как раз эта история про то, что есть очень сложное российское общество с разнонаправленными тенденциями, с разнонаправленными территориями, даже некоторые люди типа Кадырова себе позволяют еще и публично это оспаривать, но кажется, что российские власти пытаются одной рукой дружить с талибами, другой рукой запрещать никабы и из этого всего создавать некий образ, образ правильной России, о которой они мечтают. Наверное, все-таки, если пытаться понять, в чем эта Россия как бы идеальная состоит, то, наверное, это все-таки более-менее такая более зловещая версия Советского Союза, образца 1975 года примерно, когда все эти люди, Бастрейкин, Путин и все остальные, когда они были молодыми и когда все в их жизни было хорошо. Удивительная, конечно, возможность для диктаторов за счет всех остальных устраивать себе реконструкцию своей молодости. Помните, на прошлой неделе Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, он обозвал Госдуму Госдурой, как ее часто называют, но так впервые, кажется, сделал группный чиновник, там была какая-то перебранка. Вопрос, который Бастрыкин вносил, был связан с тем, что нужно наконец-то нашей Госдуре, сказал он, принимать такие законы, которые защитят коренное население от засилия мигрантов. В реальности, судя по всему, большая часть насильственных преступлений в России сейчас совершаются людьми, которые возвращаются с фронта. Именно поэтому у нас МВД засекретил статистику по таким преступлениям. Но поскольку это говорить неполиткорректно, это же фактически дискредитация армии, можно заявлять о том, что на самом деле наши, конечно, вот эти бравые бывшие зэки, которые возвращаются с войны и привыкли убивать, это, в общем, милые люди. Во всем виноваты мигранты и говорить, что, в принципе, если бы не было в России мигрантов, то и жизнь бы наладилась. Это очень популярная тема, это очень хорошо подходит для того типа общества, которое в ходе войны в России окончательно сложилось. Какие-то враги и чужаки виноваты в наших проблемах. Ну и действительно там дальше агрессия начинает расти, это может быть и встречная агрессия, какие-то кадры, как, не знаю, драг с участием представителей разных этносов на разных территориях России постоянно появляются в интернете. Госдура, извините, я не Бастрыкин, поэтому я буду говорить официально, Государственная дума Российской Федерации, Нижняя палата Российского парламента, так правильнее говорить, она на самом деле не осталась безучатной, она не забыла вот про этот строгий наказ от Александра Ивановича, главы Следственного комитета, и Государственная дума уже в первом чтении приняла совершенно поразительный законопроект, который направлен на изменение статуса трудовых мигрантов в Российской Федерации. Выходит текст в новой газете Европы, подробный с информацией от экспертов и вот самих потенциальных клиентов этого закона, то есть от самих мигрантов, что они думают по поводу происходящего. Это огромный законопроект на 400 страниц, он уже принят в первом чтении несколько недель назад, я думаю, что Госдума его будет принимать и в окончательном чтении, потому что законопроект внесен всеми фракциями, которые там заседают, нечья-то частная инициатива. Так вот, этот закон направлен как бы на регулирование рынка трудовой миграции и что он предполагает. Правозащитники, во-первых, говорят, что если этот закон будет принят, то мигрантам не будет никакого смысла легализовываться, потому что легальный статус пребывания как трудового мигранта в России будет устроен так, что он как бы совершенно не выгоден и фактически выполнить условия со стороны, официальные условия со стороны государства трудовым мигрантам просто станет невозможно. Поэтому люди будут как-то работать в черном, будут еще больше платить взяток, еще меньше будут иметь прав, вот, но, значит, как бы это все в конечном итоге создаст возможности для того, чтобы от этих людей еще больше забирать то, что российскому государству нужно. Российскому государству от мигрантов на разных уровнях нужно разы. Во-первых, нужно, чтобы эти люди были готовы идти на войну, хотя бы кто-то из них, либо ехать на оккупированные территории, участвовать там в инфраструктурных проектах, так называемых. Во-вторых, конечно, на низовом уровне полиции, миграционным службам нужно, чтобы люди как можно больше платили взяток, потому что, как бы полицейским в России тоже нужно как-то на что-то жить. Вы знаете, зарплата полицейского гораздо ниже, чем зарплата участника называемой специальной военной операции. Ну и фундаментально, все-таки на самом деле российская экономика, где и без того нет трудовых резервов никаких из-за войны, опять же, из-за иммиграции, из-за того, что много сотен мужчин находятся постоянно, сотен тысяч мужчин постоянно находятся на фронте, российской экономике глобально нужны эти трудовые ресурсы. Вот как бы что на этих, значит, в этом огромном законопроекте сообщается. Во-первых, законопроект предлагает, что нужно изымать национальные паспорта у мигрантов, которые работают в России, и вместо всех документов давать мигранту новый специальный документ с чипом, который силовики могут отнять в любой момент, потому что это собственность Российской Федерации. Ну то есть ты как бы можешь оказаться нелегалом после любой первой встречи с полицией, потому что вот у тебя ты провел эту процедуру, ты обменял свой национальный паспорт на право работать в России, сдал свои собственные документы, с которыми ты приехал, и теперь у тебя есть какой-то чип, который тебя там каким-то образом идентифицирует, контролирует, ну и так далее. Дальше следующая история, появляется специальный режим контролируемого пребывания. Если мигрант нарушает любой закон, опять же, нарушение закона будут определять местные чиновники и полицейские на местах, значит, или если вообще как бы мигрант становится участником какого-то конфликта, например, трудового, то тогда в отношении этого мигранта создается вот такой режим специального пребывания, который в чем состоит, что он не может выезжать за пределы региона, в котором он был трудоустроен, и соответственно он находится под таким специальным контролем со стороны российских властей. Также законопроект будет вводить подоходный налог для всех иностранцев, езжающих в Россию еще до получения этого дохода. И если раньше у мигрантов с видом на жительство была возможность работать там, где он хочет, то теперь нужно будет каждый год получать разрешение на конкретную работу в конкретное место сроком на один год. То есть, ну как бы все будет зависеть от работодателя. Вот вся эта конструкция о том, что мигранты становятся на особый учет просто по факту своего пребывания в Российской Федерации, а если что, их можно еще под дополнительный контроль направить, если они с точки зрения местных властей совершают некое нарушение своего мигрантского статуса, это история про то, что в принципе никакого смысла легализовываться в России не будет. То есть, у нас по всей видимости сохранится какая-то трудовая миграция, количество легальных мигрантов сократится, количество нелегальных мигрантов вырастет, ну и в итоге все будут довольны и счастливы, потому что Бастрыкин читает, что они победили мигрантов, Государственная Дума та самая, она скажет, что они принимают замечательные законы, полицейские получат свои взятки, работодатели смогут контролировать мигрантов не хуже, чем рабочих, которые уже, как обещают, будут завозить из Северной Кореи, то есть, ну как бы на условиях полной покорности и полного бесправия, и в принципе мы так движемся к небольшому рабовладельческому строю на примере мигрантов, которые хотели легально и честно трудиться в Российской Федерации, помимо того, что в результате действий российских властей конкретным людям будет плохо, мучительно, унизительно и стыдно, и они будут пытаться как-то вот то ли вывозить свои семьи из России, то ли оставаться на каком-то полулегальном статусе. Кроме этого всего есть еще другая вещь, которая, по-моему, нас всех касается, когда, точно так же, кстати, как с выборами, когда вы тестируете вот такие системы унижения и контроля на одной группе населения, когда вы всем выдаете специальные документы, чипы, ограничиваете людей в свободе передвижения, в свободе заключения рабочих контрактов, даже если у них есть вид на жительство, вы, в принципе, особенно в состоянии войны и диктатуры, вы можете те же самые практики переносить на любую другую группу населения. Сначала российское государство поставит на полностью бесправное положение мигрантов, а потом доберется и до всех остальных, ну, кто, в общем, плохо спрятался. В принципе, да, вот тенденция идет к тому, что нынешнее российское государство окончательно оформится, и это, кстати, в меру такой научный политологический термин, окончательно оформится как такая вооруженная, организованная группировка людей, которые получают выгоду из этой диктатуры и получают выгоду из войны, они сыты, они коррумпированы, они хорошо вооружены, они получают большую часть дохода от того, что Россия продолжает выдавать нефть на внешних рынках. Все остальные, все остальные, кто в эту парадигму вот этих коррумпированных силовиков не вписывается, это все группы, с которых можно что-то получить. Можно отнять у них права, можно поставить их на бесправное положение, можно научить нас друг друга ненавидеть и говорить, что вот враги России это там мигранты или представители ЛГБТ или иноагенты или кто-то еще, и в принципе создать мир, который вполне достоин без всякой метафоры уже романа Оруэлла. Рекомендую вам, кстати, его перечитать, если вы этого давно не делали, это страшная книга, а еще есть версия написанная такой современной писательницей Сандры Ньюман, которая показывает вот эту Оруэлловскую перспективу с точки зрения подруги главного героя, женскую перспективу на антиутопию Оруэлла. Тоже очень страшное поучительное чтение. Кажется, что называется Оруэлл теперь приходит в каждый дом. Не только полковников и не только военных преступников судят закрытыми закрытыми процессами в России, один из наиболее грязных и показательных процессов в современной российской реальности, это, конечно, суд против Берковича и Петрячук, которых обвиняют в оправдании терроризма через их пьесу «Финист Ясный сокол», который получил кучу театральных премий совсем недавно. Ну и мы рассказывали, что там есть очень такие трагикомические фигуры доносчиков, именно их, судя по всему, суд решил защищать формальный, когда закрыл этот процесс. На этой неделе пришла новость, что после начала премий сторон, когда стороны в том числе начинают запрашивать искомое наказание, когда стороны обвинения говорит в суду, какое наказание для преступников они хотели бы получить, судя по всему, после того, как Беркович вышла с этого суда, она показала на пальце цифру 6, и судя по всему, именно 6 лет российская прокуратура запрашивает для режиссерки и для драматурга, которые поставили хорошую пьесу в российском театре. Помните, актер Вениамин Смехов, мне кажется, российскому суду все очень подробно объяснил, когда они еще не успели закрыть этот процесс, почему это не имеет никакого смысла, и почему людей за искусство преследовать нельзя, и почему в пьесе никакого оправдания терроризма не было. Это, в принципе, надо заметить, что преследуют Беркович и Петричук примерно те же самые люди, которые вот поддерживают талибов как борцов с терроризмом, талибов, которые только что изнасиловали афганскую журналистку, потому что она себя плохо вела. В принципе, тоже здесь прослеживается некая логика в этих действиях, понятно, на какой стороне находится российский суд, и в частности российская прокуратура. Здесь хочется сказать, будем следить за процессом, но по сути нам предъявят разве что итог этого процесса, когда будет оглашен приговор, и то не факт, что нам целиком даже приговор зачитают, потому что процесс можно сделать закрытым, и на этом внимание общества переключить на что-то другое. У общества и так много проблем, давайте не будем думать, что в России прямо сейчас женщин судят за искусство, как в, знаете, в иных диктатурах из страшных диктатур, диктатурах из 20-го века. Грандиозная новость этой недели связана тоже с российскими репрессиями. Журналист Александра Невзорова и его жену Лидию российский суд официально признал экстремистским объединением. То есть, как бы для того, чтобы преследовать людей по полной программе, для того, чтобы отнимать у них имущество, для того, чтобы вообще не дать им никакой жизни в Российской Федерации, и возможно их родственникам тоже, придумана совершенно новая грандиозная действительно идея. Смотрите, у вас есть просто один экстремист, но с точки зрения Российской Федерации Невзоров. Вот он что-то, какие-то гадости говорит на Ютубе, мы его не любим, мы его будем преследовать, и мы его накажем по законам Российской Федерации. Ему, правда, до некоторой степени все равно, потому что он не в России и возвращаться туда не собирается. Но если вам этого мало, если вам хочется большего, вы можете действительно придумать новую идею для российских законов. Вы можете сказать, что тот факт, что у Невзорова есть законная жена и что они заключили брак, визыки организованной экстремистской группы. И преследовать можно не только самого Невзорова, но и его родственников. У меня на самом деле, вот я много всего от российских властей ждал. Честно сказать, когда адвокат впервые заявил по поводу того, что семьи теперь объявляются экстремистскими объединениями, я решил, что это все-таки какое-то преувеличение, что просто то ли адвокат ошибся, то ли это какая-то в принципе дезинформация из какого-то неясного источника, но потом все, смотрите, все оказалось официально, адвокат точно дал, адвокат семьи Невзорова дал точную информацию, и, значит, и теперь это подтверждено официально. Более того, российская газета опубликовала самое официозное издание в стране, опубликовала специальный текст, который в этом тексте называется «Признание семьи Невзорова экстремистской организацией, экстремистским объединением», цитирую, «Новым этапом в развитии российских законов». В принципе, мне кажется, здесь действительно новый этап есть, потому что, ну, раньше был какой-то принцип индивидуальной, наоборот, ответственности. Если вы плохой человек с точки зрения государства, то ваши родственники в этом не виноваты. Ну, как бы они, у них своя жизнь, у вас могут быть сколь угодно родственные от Натэня, но, что называется, там, сын за отца не отвечает. Это, кажется, какой-то лозунг из сталинской эпохи. А теперь получается, что вот жена отвечает за муж, а муж отвечает за жену. Дальше, в принципе, можно это и распространять и на какие-то дополнительные родственные связи, если очень хочется. И помните, мы когда говорили с вами про то, что Кадыров постепенно уходит с российской сцены политической по состоянию здоровья, мы еще предполагали, что Кадыров российским властям не очень нужен сейчас, потому что раньше он был самым главным страшным крокодилом в России, а сейчас те практики, которые давно существовали в Чечне и которые совсем не соответствуют российским законам, они берут и распространяются на всю Российскую Федерацию, на всю страну. Так вот, по-моему, ну вы знаете, что Кадыров много раз и предлагал, и действительно наказывал родственников своих врагов за то, что они себя плохо ведут. Преследовал, например, Зарема Мусаеву, мать известных чеченских оппозиционеров. Ну, как бы это выглядело как похищение этой там немолодой женщины. Вот сейчас эта же логика вполне спокойно нормализуется на примере семьи Невзоровых. И опять же вопрос такой, кого теперь еще, чью семью еще признают экстремистским объединением. Список у российских властей, наверное, очень длинный, с Невзоровым, при этом, наверное, у них были какие-то особенные счеты, не нравится им то, как он говорит на Ютубе. Ну, бывает такое. Ну и, собственно, процесс этот предпоявления новых экстремистских организаций, кажется, уже пошел после Невзорова, параллельно с ним, потому что также российский суд, так называемый, признал экстремистским объединением владельца водочных брендов московская и столичная бизнесмена Юрия Шефлера и его юридические лица. То есть, в принципе, все, как бы, компании конкретного бизнесмена, в данном случае не семья, юридические лица, также являются экстремистскими объединениями. Посмотреть, как удобно. Фактически, можно в экстремистские объединения записывать все, что угодно. Физических лиц, группы людей, юридические лица. Ну, я думаю, что, в принципе, мы доживем на ситуации, когда и домашние животные, и погодные явления, там, не знаю, как бы, типа стихийных пожаров, тоже все это будет называться, называться экстремистскими объединениями, потому что это, в общем, очень хороший юридический инструмент. Можно вообще все, что не нравится российским властям, вписывать в некое экстремистское объединение и связывать вот эти вещи друг с другом в рамках общей, общей какой-то картины мира. Как я понимаю, в отношении юридических лиц конкретного бизнесмена, это означает, что их работа полностью парализована, они внесены в реестры экстремистов и террористов, люди больше не могут получать зарплату, неясно, что будет с работниками. Очень интересный инструмент придумали российские власти. Удивительно, что советские власти в свое время не придумали всех просто вписывать в экстремистов. Им пришлось какие-то там, не знаю, братскистские заговоры постоянно разоблачать, вести показательные процессы, а ведь все так просто на самом деле. Просто нужно было получиться у путинской диктатуры, как бороться со своими врагами и с теми людьми, у кого бизнес плохо лежит. У липецкого священника было три сына. Их всех вместе обвинили в том, что они якобы пытались вступить в легион свободы России, воевать против российской армии вторжения за Украину. И каждому из них всем этим трем сыновьям дали по 17 с половиной годов лишения свободы просто вот за это намерение. Очень мощное последнее слово этих людей публикуют наши коллеги из задания Медиазоны, которые говорят о том, что для них неподдержка этой войны была попыткой дистанцироваться, не участвовать в тех преступлениях, которые развязала Российская Федерация и которые с их точки зрения являются самым страшным преступлением 21 века. Ну, что можно только сказать, что в общем эти слова очень точно описывают суть тех процессов, которые два года в российской диктатуре существуют, а в России еще остались честные люди. Что там конкретно с вступлением в Легион? Я не знаю, российский следователь любит искать террористов, экстремистов и комбатантов там, где их нету, но то, что эти три сына липецкого священника были антивоенно настроенными людьми и что они это повторили на суде, это точно факт. Традиционные рубрики новости культуры. В Госдуме не сидят без дела и вот не только всякими гадостями занимаются, но еще действительно там духовность защищают. В частности на этой неделе в Государственной Думе обсудили, цитируют борьбу с сатанизмом в мультфильмах, а также в творчестве Киркорова, Инстасамки и Бузовой. Вот люди специально понимаете сидят, отсматривают мультфильмы, смотрят, слушают Киркорова, смотрят его клипы, Инстасамку комитет провел соответствующий круглый стол. Режиссер Алексей Барыкин, который снимает документальные фильмы на оккупированных территориях, заявил, что дух сатанизма есть в песнях Инстасамки. Веди себя безнравственно, не ставь перед собой духовно-нравственные цели и ты будешь вознагражден, будут у тебя дорогие тачки. Такая механика, сказал Барыкин, пугает больше всего и несет в себе этот самый дух сатанизма. Ну вот опять же люди делом заняты и значит также на этом не только сатанизм, но и childfree, трэш-стримы и радикальный феминизм. Об этом сказал религиовед Игорь Иванишко. Вот он заявил, что уже готовит иск в Верховный суд о том, чтобы все эти как бы вещи разом отменить в Российской Федерации и чтобы была в Российской Федерации теперь только одна духовность. У нас, кстати, в новой газете Европа вышел крайне увлекательный текст на этой неделе как раз про духовность, про то, как живет и как себя чувствует знаменитый митрополит Иларион в фамилии Алфеев, который когда-то считался еще недавно правой рукой патриарха Кирилла, а теперь оказался в ссылке в Венгрии, но в очень роскошном условии, в собственном особняке. Ну и в общем, как вот живет этот самый Иларион, чего он любит делать, как он проводит свои дни, с кем он дружит, об этом можно прочитать в тексте на сайте новой газеты Европы. В принципе, эти люди как раз и учат нас духовности, борьбе с сатанизмом, чайлдфри и радикальному феминизму. Жалко, что Илариона не позвали на этот струглый стол в Государственную Думу, но, наверное, он в Венгрии был чем-то более важным, в этот момент времени занял. И закончить я сегодня хочу тем, что вы не поверите, но в Москву снова приехал настоящий американец. И не просто настоящий американец, а суперзвезда, известный рэпер Канье Вест. Вот представьте себе, он прям фактически приехал в Москву, вот настоящий рэпер американец из Америки, из самой, вот он приехал в Москву, такого никогда не было, он прямо поселился в отеле Four Seasons на, значит, на Манежной площади, очень хорошей модели, с видом на Кремль, надеюсь, ему там было хорошо и комфортно. Около отеля собралась толпа поклонников, российская пропаганда начала опять писать, что Канье Вест ел, сколько он потратил в ресторане, RT опубликовала 20 заметок о визите Канье Веста в Россию, и все это, вот как бы у самого этого рэпера, у него, конечно, крайне специфические политические взгляды, он там недавно Гитлера хвалил, говорил, что что-то есть такое симпатичное, в политике Гитлера, к чему надо прислушаться, приехал самый Канье Вест на встречу со своим другом, известным дизайнером Гошей Рубчинским, а все подумали, что будет, может быть, и концерт, и даже решили продавать фейковые билеты, какой-то замечательный человек подсуетился и решил продавать фейковые билеты на этот несуществующий концерт, но, возможно, концерт Канье Веста когда-нибудь состоится, и это уже, понимаете, второй американец, который приезжает в Россию за последние месяцы, чей визит так бурно освещается пропагандой, и все рады, что настоящие американцы, вы не поверите, приезжают в Москву. О чем, на мой взгляд, это говорит? О том, что хотя российские власти утверждают, что давно совершился поворот на восток, что нас интересует только отношение с Китаем и еще с Талибаном и с Ираном и с Северной Кореей, российское общество по-прежнему и даже российская пропаганда официальная по-прежнему остается вот таким специфически выстранированным. Хочется узнать, как там живут на Западе настоящие американские рэперы, как они выглядят, как они приезжают в Москву. Насколько Россия такая закрытая страна, то теперь каждый такой приезд событий и для людей, и для пропаганды. Здесь они полностью поддерживают друг друга. В этом контексте, конечно, с одной стороны это напоминает все визиты каких-то знаменитых иностранцев в Советский Союз, где тоже это было большим событием. С другой стороны, в общем, остается риторический вопрос. Если вас, ребята, Путина так интересуют выборы в США, публику так интересует визит Кани и Веста, зачем тогда нужно в принципе было устраивать вот эту историю про то, что мы отдельная страна, отгороженная от всего мира, окруженная врагами, мы никого не любим, нам никто не нужен и мы такие все из себя суверенные. Ребята, до вас, то, что вас интересует, это западный образ жизни, западная музыка, западные мемы, и вы хотите быть частью этого мира, но в принципе в этом нет ничего плохого. Зачем тогда войну надо было начинать? Да есть дубы Кани и Вест каждую неделю в этот фор Сизонс. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал Новой Газеты Европа и до встречи на следующей неделе, надеюсь, уже в студии. Субтитры сделал DimaTorzok